Виталий, какая была? Какая? Всем привет, дорогие друзья! Микрофон Виталий Костилен, оборожительная Елена Совесть. Это уже ставшая, получается, постоянной. Рубрика «Верни мне мой 2007-й», где мы вспоминаем наши любимые и не очень группы из того самого времени, когда мы были молоды, а трава была зеленее. Сейчас нам 31, почти. В 2007-м нам было 15, так что рассказ пойдёт о, наверное, самой значимой группе, когда нам было 15. Ну, лично для меня точно. Одной из. Одной из. Окей. Это группа «Стигмата». Чёртая, он ругается. Братан, ты в лифте родился или нет? Чёртая, чёртая. Чёртая, чёртая. Я проветриваю, братан. Попроветриваю, блядь. И так, блядь. Попроветриваю. Почему именно группу «Стигмата»? Ну, потому что в кометах писали. Эта группа мне очень близка, как минимум. Эта группа, ну, немножко близка тоже Лене. Не так сильно, конечно, как «Психея», но «Психея» — это было больше к Лене, нежели чем ко мне. Сейчас я буду отдуваться за группу «Стигмата». Почему мы очень рады? Полностью и бесповоротно. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте себе ваш любимый энергетик. С вами Виталий и Лена, и мы начинаем. Познакомился с группой «Стигмата» я достаточно поздно, потому что на тот момент, в 2004 году, я слушал такую достаточно популярную музыку, типа «Sleep Not Linkin Park». И когда я открыл для себя интернет, тогда мне раскрылся и открылся замечательный мир русской альтернативной сцены, коей принадлежала группе «Стигмата», пока не стала «Металлкором». Сейчас она уже непонятно чем. Кто себя представляет? Первые два альбома для меня были сначала таким, знаешь, ну, каким-то нишевым продуктом, но потом я втянулся и узнал, что действительно такие замечательные душевные песни. «Возьми моё пламо, решайся, все трава, вы путём мои силы, силы, я умер, но ты не решайся, я всё в тебе спасти!» «Вожди моё сенью, я умер, сенью, могут видеть роды до самой глубины души. И если мы посмотрим вот на этот альбом, он уже сам по себе говорит, то ты будешь плакать, потому что на обложке аниме». «Просто «Стигмата» соблюжую вообще». Естественно, я слушал его по КД постоянно, что первый... «Старь, други, мы делим на боже!» Что второй... «Старь, други, мы делим на боже!» В то время я думал, что мне нравится больше первый, сейчас, наверное, я не могу больше выделить именно какой-то определённый альбом. Потом вышел третий альбом, и я стал, ну, чуть ли не самым главным фанатом этой группы. «На второй раз на тебе пишу!» «Я сидел на сайтах, я сидел на форумах, не только на сайте группы «Стигмат», но на всех других форумах, где обсуждали тяжёлую музыку». «Прикольные сайты, я причём зарегистрировался там ещё до того, как стал играть в «Стигмате». «Всем рассказывал, типа, ребята, вот». «Один из очень популярных сайтов, короче, сейчас — это «Майспейс». Это такая тема, вот туда заходишь, и сразу ситуация обо всей, там, музыке в мире, о всяких чуваках». «Я себе на аватарке ставил в «Контакте» на форумах из группы «Стигмат». У меня баннеры были, если кто-то помнит, баннеры такие на форумах. Я был, ну...» «The big fan». «The big, such a big fan», как говорится. «На фанатом я стал, к сожалению, только когда мне привели интернет». Это уж так же, как наркотики. Все на этом сидят. То есть я не хочу иметь никакого отношения к сайтам наподобие «Контакт», наподобие «Майспейс». «Сначала диалапный, потом уже безлимитный. А ты как познакомилась с группой «Стигмат»?» «Да, в принципе, примерно так же, когда у меня появилась локальная сеть. Это как у англоязычного комьюнити. Есть «Имо Трио». «Имо Трио». «Имо Трио». Ну да, там типа «Ани Кадзе Диско», «Фо Лаут Бой». Нет, это твиттерские придумали что-то. Ну, короче, вот примерно так же в нашей тусовке, я не знаю, это было повсеместно или нет, или только в какой-то там нашей локальной тусовке было такое, что тоже были такие гиганты эмо-сцены. Это типа «Оригами», «Стигмата». А что, кто третий? «Психия»? А кто третий? Не знаю. Ну, и «Аматри», наверное. Ну, я не знаю даже. Как-то особо их не форсили. Ну, какие-нибудь там «Океан Моей Надежды», может быть «Дженер». «Дженер», «Стигмата», «Аматри». Ну, да. Ну, там еще где-то такие подглядывают «Океан Моей Надежды» и «Три тысячи мильдарая», потому что они всегда тоже были где-то. А и «Солярис» еще, боже мой. Ну, короче, вот. И «Стигмата» была в этом списке, ну, как-то даже не знаю, не сильно меня зацепило. Я тогда больше по «Оригами» угорела, не знаю почему. Ну, понятно, почему. Вот, а «Стигмата» там вот «Сломаны крылья». Я такая, боже мой, это же про меня. Там еще в конце, когда ангел падает, барабанщик делает взбивку. Которая имитирует падение ангела об асфальт. Жесть. Ну вот «Крылья» меня больше всего... До песен мы еще дойдем. А, ну ладно. Ну да, да. В общем-то, так и познакомил. Как ты познакомился? Просто открыл на себя локалку, скинули тебе песни, или ты сама нашла? В «Мирке» можно было, типа, действия демонстрировать, транслировать. И у некоторых крутых чуваков был какой-то специальный, я не знаю, плагин, «Макрос», который... Ну, если какой-то трек у них воспроизводился, он скидывался автоматом в... Так же было в Аське, только там не скидывалось. Там можно было статус ставить с помощью плагина трек, который ты слушаешь. А, но там просто был никнейм, слушает, и вот название трека. И там уже... Можно бы у него тыкнуть и скачать. Насчет тыкнуть и скачать не помню, но точно, что таким образом демонстрировалась песня. Я такая, опа, пошла, тоже послушаю. Опа, пошла. Да, да. Вот, и так, собственно, узнал про стигмату. Ну, естественно, после этого скачал в DC++. Понял. Давай теперь поговорим про музыкальный стиль группы. Такой... Камень преткновения для многих, потому что группа начинала, как и многие, с мазафаки. Для тех, кто не знает, мазафака это... Общий такой употребительный термин для всех около или new metal групп. То есть, это может быть от... Come, my lady, come, come, my lady. Crazy Town до группы Sleep Not. Что-то вот прям такое альтернативное, где очень много используется, так скажем. На лексике. Crazy Town. Come, my lady. Come. Come. Изначально первые два альбома, ну, не совсем. Если уж быть точным, то первый альбом Converse No. На нем вот прям прослеживается четкая вот эта вот мазафака. Если угодно, эмофак. Непосредственно прямого отношения к эмо-музыке, эмо-культуре мы не имеем никакого. Это может быть, то есть, наши любимые группы, например. На втором альбоме это уже сопливая альтернатива. Называется он «Больше, чем любовь». Там все песни про любовь. Там замечательный кавер Торн. От Наталии Бурыгина как-то. Бурыгина. Ну, исполняет ее в оригинал. Ладно, неважно. Такая сопливая достаточно альтернатива. Есть некоторые такие тяжелые треки. После перекочевали, если вы когда-то видели вот этот вот замечательный DVD-концерт. Открывающий трек Drive-программы это первый трек с альбома «Больше, чем любовь, свобода выберет смерть». Но большинство треков в отличие от первого альбома на втором альбоме такие сопливая, сопливушная вот такая вот альтушка про любовь. Потому что мы не группа Ронетки. Мы группа Стигмата. Что, в принципе, мне и нравилось. Потому что такие треки в самое то слушать, когда у тебя разбито сердечко, то я очень и люблю. На третьем альбоме они все это соединили. Они открыли сначала для себя такой замечательный жанр, как Metalcore. По слухам и по интервью группа хотела вообще распасться. Они сделали достаточно большой перерыв. Но для тех, кто не знает, почти у всех участников группы Стигмата есть основная работа. То есть они не совсем профессиональны. Ну, какой-то был момент в их жизни, наверное, когда они музыкой занимались профессионально. Все круто, но жалко, скоро апопсеют и зажрутся. Почему? Ну, сейчас очевидно, что они не профессиональные музыканты. Ну, наверное, кроме Тараса, возможно, кто знает. До этого мы еще дойдем. У них основная работа. И, собственно, вот после второго альбома, где-то в году 2006, они хотели уже распадаться, ну, распасться, то есть потом у них вышел сингл «Лед». Они вкусили, что, типа, вот это что-то новое, металкор, замечательный. Причем, металкор у них был такой, который очень тяжело найти, вот, в том числе даже на Западе. Какая-то у них такая была химия. Это не был чистый «Killswitch Engage», «Kelbon» или что-то в этом духе. И, собственно, вот третий альбом был таким вот. Ну, это песни про любовь, песни про любовь, они все такие же. Ну, группа «Руки вверх» их называли, я не знаю, или нет. Собственно, металкорным начинанием, который вывел группу на новую ступень. Тут алмазы, бриллианты, я вижу, слушай, заработал, да, уже, на алмазы-то себе. Потом пошел четвертый мой путь. У них же там сгорел альбом на студии, какой-то пожар случился. Они хотели выпускать каждый месяц или каждую неделю новый трек в сеть, когда они были в туре. Но в итоге у них там что-то произошел, какой-то пожар, они форсировали это, начали его перезаписывать. В итоге он вышел каким-то скомканным, мне не очень нравится сведение, такое себе. Потом у них вышел, собственно, еще один альбом, который тоже как-то странно свели. Где они пытались немножко откатиться назад и сделать что-то такое, ну, более-менее усредненное, чтобы всем зашло. Я не сказал, чтобы всем зашло, мне кажется, это был какой-то шаг назад. Потом вышел уже альбом мейнстрим, и, в принципе, группа в последнее время ограничится только синглами. Больше ничего особо, кроме синглов, каких-то маленьких, группа не выпускает. Ну, иногда турит. Да, музыкант должен быть голодным, бедным, и, то есть, как, получать деньги за то, что ты играешь? То есть, это как бы из разряда того, что, хуй себе! Что касается музыкального стиля, раньше это было альтернатива мазофака, потом металкор, ну, сейчас мы имеем что-то такое средненькое, среднее, современная, тяжелая металл-музыка. От джента какого-то до, вот, современного металкора с огромным количеством нулей. Просто такой современный поп-металл. Как ты в прошлом видео рассказывал историю, связанную с песней группы Психея, так и в этом выпуске я расскажу историю, связанную с группой Стигмата и с их замечательным треком Сентябрь. Естественно, я никогда не был фанатом этой песни Стигмата Сентябрь. Вот, к сожалению, так уж вышло. Мне она вообще не нравилась, зато нравилась моей маме. Ну и всем, в принципе, людям, которые далеко, далеки от тяжелой музыки, она нравилась. Наверное, понятно почему, потому что она достаточно такая, ну, мелодичная, попсовенькая, легкая. Вот это вот. Какой-то рингтон прям такой некачественный, как будто какой-то бабки звонят, прям едешь в автобусе, с таким рингтоном. Она провалила? А, шо? На первый концерт Стигмата я попал в году в 2014, то есть до этого не удавалось мне сходить на их концерт замечательный. Но в 2012 году мы создали такое замечательное сообщество, верни мне мой 2007-й, где особенно усиленно форсили такой мем, как Сентябрь горит. Каждый сентябрь огромное количество мемов мы форсили, мы делали огромное количество мемов в этом сообществе, я, наверное, ну, наверное, тысяч пять мемов сделал, которые связаны с Сентябрь горит, потому что нам нравилось, собственно, такой был форс для своих, потом он вышел, естественно, за пределы нашего эмо-комьюнити, и все, в том числе и группа, начала, собственно, усиленно форсить этот мем, это как Rick Ashley Never Gonna Give You Up, то есть изначально не-мемная песня, все очень круто, круто, итак, следующая песня начнется после того, как вы ответите мне на такой вопрос, какой месяц сейчас? стало впоследствии мемом, что и произошло с песней Сентябрь, я не сказал, что она прям какая-то великая, просто, ну, обычная песня, не рафляная, конечно, хотя, как посмотреть, но мы сделали ее рафляной, и, собственно, в 2012-13 году эти мемы дошли до группы Стигмата, и Стигмата начала усиленно форсить этот замечательный мем, и в 2014 году я побывал на их концерте, хотел пожать руку, господам, типа, спасибо, ребят, за то, что вы внесли такой вклад в свои песни, но в итоге группа забурилась в себя в гримерке, и просто уехал, не дали ни автографы, не пожали ни руки, не знаю, возможно, это проблема с организацией, с чем-то еще, неважно, просто грустная история, я хотел пожать руку Нельсону, Тарасу, Денису, но не удалось, живи, да, нас выперли из клуба, просто такие качки, ладно, у меня единственная грустная история, связанная со стигматой, это, в общем-то, то, что я осталась дома делать уроки, а все мои друзья поехали на концерт в Волгоград в автобусе, и там какой-то трэш устраивали, а потом все вернулись супердовольные, потому что были не стигмати, потому что там был полный угар, и потому что там какому-то челу в слайме выбили зуб, и эта история потом еще передавалась из уст в уста много раз, и всем было классно, весело, а я такая, ну, зато я сдам ЕГЭ по биологии, ну что ж, перейдем все-таки к самому главному, к великим и ужасным, потрясающим песням группы Сигмата, которые больше всего нам запомнились, которые, ну, мое мнение как фаната будет не объективно, потому что первые три альбома и самые любимые, я все песни знаю наизусть, эти альбомы были переслушаны очень много раз, как я говорил до этого, четвертый альбом и пятый мне не особо нравится, да, там есть огромное количество хороших песен, оно как-то вот не мое не заходит, но я знаю много людей, вот прям, им нравится альбом Мой путь, они считают его вышкой, так же, как у Аматри, они считают семь альбомов вышкой, ну, как бы, каждому свое, на вкус, на свет фломастера разное, естественно, первый альбом, просто, все песни любимые, чебуреи замечательные, люблю, естественно, такие попсовые хиты, как Желч, как ты, естественно, я умер, но ты не печалься, я все тебе простил, если вот взять диск, тут просто каждый, каждый хит, твой любимый стигмат, куклы, прощай, недооцененные, но все же хиты, Жить с нуля, такие замечательные, вот тыкни на песню, я тебе весь текст расскажу, вот Жить с нуля, первые, первые, первые строчки в этой песне, кому, ты нужен в этой жизни, подумай, зачем, это же просто, разрыв, но все же, этот альбом во многом меня сформировал, второе тоже, там такие грустные песни, Холодный прибой слез, наверное, самая сопливая альтернатива около Эмовская, которую я, в принципе, слышал, Храни, Храни, Частичку меня в себе, Храни, значит, поет, странно, как будто Басков, который на помойке себя нашел, и касается третьего альбома, когда он уже научился петь, там все ахнули, рты проскрывали, на третьем альбоме каждый трек, кроме последнего, супер, супер, вот просто от и до великолепная работа, каждый потрясающий, трек потрясающий, ну и мой путь, мне не особо нравится, там есть пару хороших треков, конечно, но, не знаю, то ли дело, возможно, в сведении, потому что некоторые треки, например, на четвертом их альбоме, основных реальных событиях, они великолепны, до девятой ступени, например, но в сведении на альбоме, я вам покушаю, верен, и уезжали куда-то за границу, он им там свел за три дня этот альбом, что ты можешь сказать, какие тебе песни больше всего запали в душу? Да так прям сходу трудно сказать, но из тех, которые я прям по КД гонял на плеере, это Крылья и Лед, почему-то они больше всего от меня отцепляли, но опять-таки текстом, а Лед, там же еще есть прикол, альбомная версия или сингловая? Мне всегда нравилась сингловая, но люди всегда говорили, что альбомная, или ты, в принципе, не загонялась. Я не знаю. Для меня те версии песен, которые я услышала первые, те и самые крутые, да. Понял, да. Потом, когда я услышала Торн, это просто был отвал всего, Ну да, действительно, хорошая. Да, я уже рассказывала про то, что я лежа на полу слушала этот трек, поэтому это вообще просто было невероятно. А вот никто кроме тебя там участвовал в стигмате или нет? Там Нельсон. Фет Нельсон и Солярис отнестигмата. Вот. Ну, короче, вот никто кроме тебя тоже. Тот трек, который меня зацепил, ну, наверное, к стигмате это какое-то опосредованное такое отношение имеет. Ну и, собственно, одноимённый трек «Стигмат». Да. Самые такие запавшие в душу, естественно. Кроме Иисуса. Естественно, много-много других ещё крутых, но вот они как-то для меня слились в одну большую стигмату, которую я не разделяю. Мистер стигмата, его пойман за руку. Да. Как главный фанат группы «Стигмата» в этой комнате и на правах онного скажу, что я ждал действительно больше от группы «Стигмат». Это было одновременно самым любимым в мире группой. И после того, как у них вышел вот третий альбом, одноимённая «Стигмата», я ждал чего-то великолепного. У них тогда ещё вышел после этого DVD, второй их. В первом DVD был «Pieces of Life». И после этого DVD все задавались вопросом, что же будет дальше? Столько денег ты зарабатываешь, именно играя в «Стигмате» на гитаре или что? Да, конечно. Вот как бы у меня тут есть... А что будет дальше? А ничего, группа «Стигмата» решила копировать «Bring Me The Horizon» с их альбома «Suicide Season». Навалили кринжа, как по мне. И клип «Мой путь», где огромное количество женщин с их титями, которые эти тити мацуют, я от группы «Стигмат» такого не ожидал. Когда два, ладно, три альбома тебе говорят, что любовь — это важно, что нельзя как бы обесценивать любовь. Любовь — это вся жизнь. Мы живём ради любви. А потом мне выпускают клип, где мацуют тити сосутся с людьми в наркотическом угаре алкогольном. После этого я полностью потерял доверие к группе «Стигмата». Но я всё равно люблю и безмерно уважаю группу «Стигмата». Я считаю, что это действительно тот мастодон, который сформировал меня как человека, которым я сейчас являюсь. Доп. И это, это, это замечательно. Мне кажется. В принципе, все свои смыслы. На ней я уже озвучила. Единственное ещё, вот настолько я угорела по треку «Крылья», что я нарисовала картинку, где там типа ангел со сломанным крылом стоит на краю дома. И, короче, на тот момент у нас, ну, тоже в тусовке было очень популярно такое, что те эмо-киды, которые писали свои стихи, они их писали от руки на каких-нибудь рисунках. И для меня было прям огромной какой-то мечтой, чтобы я нарисовала рисунок, и он был настолько хорош, чтобы мой эмо-бой своей собственной рукой написал свой стих на этом рисунке. но, короче, это вонючка этого не сделала, и мне пришлось самостоятельно это делать. Вот как-то так. Великолепная история. Потрясающе. Стоит всё-таки поговорить о фанатах, потому что у фанатей, у групп стигматы своеобразные, так скажем, такие же, как у группы Аматри. То есть, всё, чтобы группа не делала, это можно как бы поддержать. То есть, на то это, наверное, всё-таки фанаты, что всё-таки всё, что группа не делает, вот это вот есть прослойка фанатов, которая это поддерживает. Возможно, поэтому они и фанаты, поэтому они и поддерживают, но мне такие люди немножко, ну, так скажем, не то чтобы пугают, но что-то вызывают неоднозначные эмоции, так скажем. Всё, чтобы группа не выпустила, всё, типа, ну, у них такая, причём, риторика, типа, ну, а что вы хотите? Как в 2007, чтобы они всё? Да нет, конечно, мы не хотим. Но в то же время мы не хотим, чтобы группа делала всё то же самое, что происходит на Западе. Да, мы, конечно, понимаем, но первые же вот альбомы, они как-то отличались от Запада. Да, понятно, что это была такая вот мазафака, но это была мазафака на русский манер. Поэтому мне не особо вот импонирует, так сказать, так сказать, логика фанатов. Ещё я знаю то, что Нельсон вроде как хотел повторить судьбу Нуки, но у него не получилось. На самом деле, если честно, я бы хотел очень много вот этого бомбежа рассказать, потому что стигмата действительно большое, 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 огромное количество места. Большое место, я не знаю, как это сказать. Много места. Много места. Группа стигмат занимает мноем сердце, а поэтому в нём накопилось очень много обиды касаемо пары претензий я уже высказал. Не хочу заканчивать и, в принципе, очень много негатива. Всё-таки рубрика не про это, а про позитивные какие-то. Вот. Поэтому, чтобы я не бомбил оставшиеся часов в 20 минимум, в этом видеоролике мы его закончим. Группа стигмата топ, Нельсон топ, Денис топ, Тарас топ и Дюк, конечно же. Тот, кто придумал песню «Сентябрь» топ. Базированный. Базированный топ. Мне, честно говоря, пофигу, я... Базированный Дюк. Ну, а с вами был Виталий Костилен и Елена Совесть. Оставайтесь добрыми, человечными. Берегите себя и свои эмо. Надеюсь, ещё увидимся, в том числе в рамках этой рубрики. Пишите, какие группы вы хотели бы увидеть в нашем разборе. А мы не прощаемся, как говорится. Всем пока! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!